МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симоновой. Смотрите в этом выпуске. Опасные пешеходные переходы у ижевских школ выявили общественники вместе с дорожными полицейскими. Кто должен вывозить мусор, жители частного сектора Первомайского района спорят с администрацией. Котелок и палатка – все, что нужно, чтобы пройти пешком все 25 районов Удмуртии. И о том, как приготовить кашу из муки с третьего международного гастрономического фестиваля в Шаркане. Инженеры будущего готовы подвести итоги уже завтра, финал и торжественное закрытие международного форума. С начала недели почти тысячи его участников побывали на промышленных предприятиях республики и по-новому взглянули на организацию производства. Результаты работы молодых инженеров можно теперь увидеть даже из космоса. Елена Керн с подробностями. Все нормально, летит, пойдем фиксировать крыло. С утра на площадке форума пилят и строгают. Задача – из подручных материалов собрать действующий конвейер для промышленного производства. Это деталь самолета, да? Нет, какая деталь самолета? Это деталь конвейера. Здесь будет ленточный конвейер, который будет передвигать груз. Они сами приходят и начинают сами это делать. И откручивают назад. Как мы же так проектировали, что оно там не совпадает. Это очень важно для инженера понять сразу всю цепочку. Это немножко другой опыт. Это не лекция и теория, а это конкретно живой опыт. И когда они приедут к себе, они скажут в своих подразделениях, друзья, давайте мы немножко по-другому, чуть-чуть сделаем. И увидят, что в этом есть какой-то эффект. На образовательной площадке круглый стол и вновь почетные гости. По мнению представителя Министерства образования России, главная задача на сегодня – объединить реальный сектор экономики и образовательный процесс. Сегодня вводится такое понятие инженерная магистратура. То есть это, собственно, то направление, то направление работы, образовательной работы, которая сможет создать прецедент для формирования нового инженерного, скажем так, класса и новых инженерных специалистов, необходимых и востребованных для нашей страны и способных сделать технологические прорывы. Ежедневно на форуме у каждого свой маленький прорыв – научный или спортивный. Один из последних интересных проектов – «Привет космонавтам». Внутри вот этих вот каркасов будут буквы КОСМОС. И слово «Космос» мы уже в конце выстроим. Вот розетка, все будет запитано до электричества и все будет светиться. Сегодня вечером на главной сцене форума – театральная Россия и финал Мисс Форум. Ребята, команда «Людмурт-ТВ» привет передайте! Елена Керан, Александр Шарабоков, телеканал «Моя Удмуртия». Готовятся к празднику и инженеры горячей профессии – столевары. Они отметят в воскресенье День Металлурга. На торжественное собрание собрались ветераны отрасли и молодые специалисты. Поздравить и наградить лучших пришли руководители Удмуртия и Жевска. Александр Соловьев свой трудовой путь начинал форумовщиком на Ишстане, знаком с горячей профессией не понаслышке. Поэтому в приветственной речи обратился к заводчанам коллеги. Я представляю, что такое стоять в огранке, что такое формовать, формовщики. Почему? Потому что прошел. И хочу вам пожелать всем крепкого здоровья и успехов. Успехов в вашем предприятии. Мы были с вами всегда и будем. Все, что от нас зависит, будем помогать. Участники торжества отметили, что «Людалось достойно пережить трудные 2014 и 2015 годы». В первом полугодии 2016-го предприятие увеличило отгрузку продукции в два раза. По темпам роста объемов производства металлургический комплекс Удмуртии занял третье место среди регионов ПФО. Лучшим работникам глава республики вручил удостоверение и знаки отличия «Почетный металлург». Сегодня в Министерстве внутренних дел по Удмуртии готовится к новому сотрудничеству. Сейчас прием населения будет проводить не только руководство ведомства. Свои вопросы жители Ижевска смогут задать уполномоченному по правам человека. Министр внутренних дел Александр Первухин подписал соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека Вениамином Соломенниковым. Речь идет о соблюдении и защите прав граждан и законных интересов человека. Первый совместный прием населения провели сразу после подписания документа. Ревизия пешеходных переходов у образовательных учреждений началась в Удмуртии. Первый рейд провели в Ижевске. В Ижевске госавтоинспекторы совместно с общественниками выявили семь опасных участков. Светлана Буланова расскажет. «Почему у нас сделано два забора сделали? Потому что дети вылетают на улицу, машины стоят, вот здесь паркуются, стоят с этой стороны. Они ничего не видят, они вылетают прямо вот так вот». Чтобы хоть как-то притормозить школьников, пришлось установить дополнительное ограждение у начальной школы, рассказывает общественникам директора 97-й Ахтам Чугалаев. Да и водители теперь притормаживают. Наконец-то здесь установили знак «Пешеходный переход». Но и это не спасает. «Стоящие вокруг входа в школу автомобили, они все-таки создают реальную преграду, то есть их нужно убирать. Либо вот этот узкий тротуар, на который два человека максимально может вместиться, его нужно оградить от проезжей части». Водители не стыдятся, паркуются на пешеходной дорожке, поэтому школьники вынуждены перебегать проезжую часть. Опасно ходить и у 27-й школы. Этот нерегулируемый пешеходный переход на пересечении переулка Широкого и Карла Маркса абсолютно не соответствует нормам безопасности. Его необходимо убирать, констатируя дорожная полиция. Тем более, что буквально в 40 метрах безопасный регулируемый переход. «Сейчас мы будем выезжать на улицу Майская. Там пешеходный переход тоже выходит на парковочное место, вот как примерно здесь же, на парковочное, перед магазином. То есть машины паркуются, соответственно, дети выходят из автомобиля стоящего, их не видно, ограничено видно». Пешеходные переходы около школ у общественников под особым контролем в Ижевске мониторинг переходов они начали в прошлом году. «В прошлом году три пешеходных перехода мы посмотрели. Нам, кстати, город тогда не ответил, ничего. Еще прошлое руководство города было. Мы посмотрели в этом году, вот буквально позавчера, почти ничего на тех пешеходных переходах не изменилось. Вы можете даже сами увидеть, если бываете в центре, что из себя представляет пешеходный переход у 30-й школы. Там и знаки не соответствуют, и ограждения отсутствуют». Семь опасных переходов у Ижевских школ выявили активисты вместе с инспекторами госавтоинспекции. Акты с выявленными нарушениями передадут в дорожную полицию, администрацию Ижевска и в прокуратуру. Проверки пройдут в Лазове, в Откинске, Сарапуле. Активисты намерены провести рейды до конца июля, чтобы чиновники к 1 сентября успели устранить замечания. На борьбу с несанкционированными свалками вышли жильцы сразу нескольких улиц Первомайского района Ижевска. С их придомовых территорий мусор не вывозится уже несколько дней. Горы ТБО возвышаются прямо на проезжей части. Кто ответственный за вывоз мусора, разбиралась Елена Буховская. Такие чудеса ловкости по выбрасыванию мусора сегодня проявляют жильцы нескольких улиц Первомайского района. В частном секторе уже не один день возвышаются горы ТБО. Везут всё и отовсюду. Свободного места в специальных мусорных контейнерах нет давно. А потому отходы люди складывают прямо на дороге. Ветер дует, всё летит по улице. Всё в огороды везде оно летит. Дети бегают, собаки тащат. Очень много мусора люди бросают отовсюду. И почему-то мусор не вывозят. И здесь уже ходят и собаки, и кошки, и мыши. Все, кому не лень. Но, как оказалось, мусор и неприятный запах – только часть проблемы. Не только таким свалом мусора обеспокоены сегодня жители этого района. Дело в том, что рядом с мусоркой находится единственная на улице водяная колонка. И такое соседство нежелательное и достаточно опасное для здоровья, уверены жильцы. На этом месте сегодня мусорной свалки уже нет. Зелёный бункер увезли по решению Первомайской администрации города сразу после запроса нашей телекомпании. Вот что ответили чиновники. В связи с тем, что жителями улицы Мурмана не заключены договоры на ВВС ТБО, что способствует регулярному возникновению несанкционированной свалки мусора, бункеры для сбора ТБО будут ликвидированы. Но такие же зелёные мусорные баки до сих пор на соседних улицах. Здесь тоже горы мусора и тоже ждут помощи от администрации. Представители власти заверили, что мусор вывезут. Для этого нужны договоры со спецорганизациями и своевременная оплата за вывоз ТБО. Не все жители частного сектора выполняли эти требования. Сегодня жители района просят убрать бункеры совсем и готовы сами оплачивать вывоз мусора. Оказывается, такой выход из ситуации тоже существует. Главное, чтобы обе конфликтные стороны выполняли свои обещания. Елена Абуховская, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Пешком в большой тур по Удмуртии отправился житель Ижевска Андрей Исаев. За лето он планирует обойти всю территорию родникового края, все 25 районов. Это уже не первая его пешая экспедиция. До этого путешественник побывал в Индии. И накануне с ним познакомилась наша съемочная группа. Ну вот, это мой котелок такой. Большая кружка, здесь газ. Костры я не разжигаю, у меня нет с собой топора, нет пилы. Вот, я еду готовлю только на горелке. Поменять свою жизнь кардинально Андрей Исаев решил пару лет назад. Продал машину, бытовую технику, ушел с работы и раздал все свои вещи друзьям. Что осталось, поместилось в этом рюкзаке. За два года Андрей побывал и в Индии. Вот он моет слона в реке, катается верхом на автобусе с местными жителями и гуляет на настоящей индийской свадьбе с барабанами и танцами. Индия удивительная страна со своими традициями, бытами, культурой, абсолютно отличной от нашей. Но сегодня Андрей изучает свою малую родину, Удбуртию. Пешком уже обошел почти все южные районы. Мнение его друзей, да и людей в целом, конечно, разделилось. Не каждый решится так поменять свою жизнь. Уже здоровья не то. Раньше бы здоровья было, мог бы прогуляться. До Индии? До Индии нет, по Удбуртии да. Ну, если бы не было мужа и семьи, то решилась. А сейчас? В смысле? На данный момент нет. Слишком много проблем. А что вас останавливает? То же самое. Только с комфортом люблю отдыхать. По Удбуртии Андрей уже прошел почти 150 километров. Были встречи не только с людьми, но и с дикими животными. Ночевки в палатке под дождем. С мая скинул уже 4 килограмма, говорит путешественник. Бонусом для себя в ходе экспедиции я еще добавляю визиты в различные центры, музеи, какие-то храмы в районе я посещаю. Поэтому на это уходит очень много времени. Куда-то я добираюсь автостопом, где-то я езжу на машине. Но весь свой маршрут я иду исключительно пешком. В будущем Андрей Истаев мечтает создать в Удмуртии свой культурный центр. Ну я точно хочу свою жизнь связать с Удмуртией, с развитием культуры. Не только удмуртской культуры, но и русской, марийской возможно. У нас же очень многонациональная республика. И в планах, конечно же, есть создание центра культуры где-то здесь у нас на территории Удмуртии, чтобы возобновить какую-то, может быть, либо создать новую деревню, либо возобновить какую-то уже умирающую деревню. И восстановить народные традиции, быт. Осенью Андрей Исаев планирует прибыть к отметке нулевой километр на Ижевской площади. А в следующем году снова ждет Индия. Андрей отправится туда уже инструктором. А через год автостопом на Байкал. Роман Вагинов, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». А сегодня в Ижевске стартовал квадропробег, посвященный юбилею республиканского общества «Динамо». Задачами этой организации всегда были пропаганда, физические закалки и регулярных занятий спортом. Но за всю 90-летнюю историю такое мероприятие проводится впервые. Начинание Министерства внутренних дел поддержали прокурор Удмуртия Сергей Панов и руководитель Следственного комитета Владимир Никешкин. А организаторы надеются, что пробег станет традиционным. Я уверен, что наша с вами затея окажется удачной и на будущий год жаждущие наши друзья из Татарстана, Башкирии, Пермского края к нам присоединяться. Участникам квадропробега предстоит проехать 380 километров. Они побывают в Откинском музее Чайковского, Шарканской усадьбе Тулбаба и других знаковых местах нашей республики. Кстати, именно в Удмуртской Швейцарии так называют Шарканский район. Проходит третий международный фестиваль финно-угорской кухни «Бык-бык». Гастрономический праздник впервые проводится в течение пяти дней и охватывает самые живописные уголки района. Национальные обрядовые кухни посвятили третий день праздника. В деревне Ворчино побывала Анастасия Тутаева. Фестиваль финно-угорской кухни три года назад впервые провели жители деревни «Быги». Отсюда и гастрономическое название праздника «Бык-бык» в переводе с удмуртского – «мягкий», «пышный». Нынче праздник растянулся на пять дней. В деревне Ворчино его посвятили обрядовой кухне удмуртов. Показали часть традиционного праздника, который проводился в первый день сенокоса. Отдельное внимание угощением. У каждого блюда особая роль отмечают старожилы. Поэтому осветили обрядовую кашу, попросили у богов здоровья и благополучия. Каждый фестиваль не похож на предыдущий. В этом году в деревне «Быги» открыли интерактивный музей удмуртской кухни. А в Ворчино посмотрели на удмуртские блюда с научной точки зрения. Представители различных районов предоставили обряды, уникальные только для этой локальной традиции. Шарканского района, Глазовского, Кесского районов. Они являются ценнейшим, богатым инструментом и богатым явлением для нашей науки, для удмуртской науки, этнографии и фольклористики. Всё самое вкусное в Шаркане. По сложившейся традиции фестиваль ежегодно становится эпицентром дегустации самых разнообразных финно-угорских угощений. Гости пробуют, профессионалы показывают мастер-класс. Через несколько минут эти повара научат варить национальное удмуртское блюдо – щеч-пыщ, кашу из муки с солью. Некогда было готовить, когда косили. Все ведь на работе. И из-за этого готовили щеч-пыщ. Вот это блюдо легче всех приготовить. Купать молодушек в реке – тоже традиция. А завтра вкусный праздник перейдёт в деревню, с которой всё начиналось. В Быги. Анастасия Тутаева, Юрий Зеленинский, телеканал «Моя Удмуртия». И напоследок, первый республиканский кабельный канал «Моя Удмуртия», как обычно, подготовил на выходные интересную программу. Назову лишь один из фильмов. И в субботу, и в воскресенье вечером предлагаем вам посмотреть нестареющую комедию «Гайдая» «12 стульев». В главных ролях кумира советской эпохи актёры Арчил Гамиашвили, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская – это увлекательнейший рассказ о том, как бывший старогородский предваритель дворянства и молодой авантюрист искали бриллианты и жучуга, спрятанные под обивку стула. Смотрите круглосуточный канал «Удмуртия», спрашивайте о нём у кабельных операторов республики. И на этом у меня всё. Хороших вам выходных и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok